Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях Татьяна Петровна Иванова, почётный гражданин городского округа Роберцета. Я начинаю список читать. Почётный работник общего образования Российской Федерации, кандидат наук, директор средней общеобразовательной школы номер 53 и, внимание, председатель Совета депутатов Люберецкого района в 2006-2010 годах. Как вас много в одном лице! Какой невероятный путь! Как это вас жизнь то туда, то сюда забрасывала? Это характер? Здравствуйте, Николай! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Ну, наверное, это всё-таки волею судеб. Вот так как-то случилось, что мне, я бы сказала, посчастливилось. Посчастливилось быть избранной депутатом. Так. То есть люди вам доверили? Доверили, доверили. Я очень переживала этот момент. Это всегда волнительно, когда идёт выбор. И когда тебе доверяют, это ответственно, но не буду скрывать, что это и приятно. И когда коллеги, считаю, что первый состав Совета депутатов был просто исключительным, сейчас замечательные, это были просто исключительные люди, 15 человек, вот они доверили работать в качестве председателя Совета депутатов. Вы ожидали, что будете председателем, или как? Думаю, что не ожидала. Не ожидала, потому что в состав Совета входило очень много. Да все практически заслуженные, все очень интересные, очень опытные. То есть каждый мог быть председателем? Каждый. Каждый. Вот в этой роли я видела каждого. Это были представители бюджетной сферы, это были представители промышленности, бизнеса. То есть очень широкий спектр был представлен. И полагаю, что жизненный опыт, личностные качества каждого из членов Совета депутатов тогдашнего созыва позволял каждому из нас стать председателем Совета депутатов. Но волею судеб... Так случилось. Так случилось. Так случилось, да. Как работалось? Как? Вы пользовались обаянием женским, чарами? Или исключительно профессионально все было? Или приходилось по-разному? Все-таки я почему задаю этот вопрос? 15 человек, это же семья практически. Семья. Семья. Есть у каждого свой, опять же, характер. Да. Свой подход. Потом, какой город, да? Какое вообще пространство? Тогда это район был. Да, район. Тогда это большой район. Да, Москва рядом, какая ответственность и председатель. Ну, опять скажу, рядом были хорошие люди. Был надёжный глава, была команда надёжная у главы. И эта традиция сохраняется и сейчас, когда и глава, и его надёжная команда руководят. Единство, это очень много значит. И, конечно, это большая семья, это люди, многие из которых мы друг друга не знали до того времени, как начали работать. Но желание, наверное, вот думаю, не наверное, а наверняка желание быть полезными, оно, в общем-то, сплотило, оно как-то так всех подружило. И, в принципе, со многими, кто сегодня жив и здравствует, мы до сих пор поддерживаем отношения. И нам приятно друг другу говорить «здравствуйте», нам приятно друг с другом общаться. Это тоже много значит. Во-первых, это показатель того, что мы дорожили друг другом, понимали друг друга и действительно работали в слаженном единой команде. Ну, ещё, коль мы сейчас говорим о депутатской работе, потому что у нас много интересных тем, всё-таки не каждый человек может взять на себя ответственность перед другими людьми. Тем более, что мы же не воспринимаем, что депутат и избиратели, такие прекрасные все избиратели, которые всё помогают, которые только реальные наказы дают. Везде люди, да, везде проблемы. Кому-то просто нужно тысячу рублей, кому-то нужно ребёнка в садик устроить, у кого-то пьёт муж, кто-то просто пришёл к депутату, потому что хочет поговорить. Вот для депутата вообще, тем более депутат Госдумы, да, всё-таки, там как-то ты немножко даже ходишь, наверное, по-другому. Не знаю, не чувствовала себя в этом статусе, не могу сказать. Есть возможность решать вопросы, ну, что называется. Более серьезные, конечно, более глобальные. Да. А здесь люди приходят к вам и приходили к вам, и интересовались, и искали вас. Это как бы сердце, которое болит за других. Вот как здесь одновременно, чтобы прямо как, да, чтобы голова работала, холодный разум расчётливый, что да, у вас есть проблема, я вам её помочь не смогу, но я вам направлю куда-то, где вам помогут. И чтобы сердце, так сказать, правильно подсказывало. Ну, опять, опять говорю о том, что замечательные люди были. Нина Кирилловна Мочилова, да, светлая ей память, директор гимназии 20-й, почётный гражданин города Люберцы, была членом Совета депутатов, когда мы работали. И всегда, в общем-то, наверное, первые шаги, когда приходилось делать, всегда себя вольно или невольно сравниваешь, равняешь по тем, кто уже имеет опыт. И действительно, когда ты хочешь помочь всему миру, слава богу, что находится человек, который, говорит, сосредоточься на главном. Вот, да. Сосредоточься на главном, поэтому были вопросы, которые существенны были, и надо было в их решении принять участие. Ну, а были вопросы, традиционно наши вопросы, да, у нас во дворе не убирается дворник. Вот здесь мы, конечно, договаривались с жителями, что в первую очередь мы обратимся к жилищно-коммунальному хозяйству, к руководству, а если уж не поможет, тогда будет подключаться депутат. То есть вопросы, конечно, всегда были очень разные. Ну и вернёмся теперь уже к образовательному, так сказать, этапу. И тут начало пути. Вы как стали-то педагогом? Вообще, вы в школе-то как учились? Начнём с этого. Я в школе хорошо училась. Да? Да, я училась хорошо. А где учились? Какой школе? Я училась здесь, в Люберецком районе. То есть вы местная? Я местная, я уроженка, да, уроженка здешних мест. Так. Когда окончила 10-й класс, ну, наверное, так бывает со многими. Мне показалось, что я могу учиться только в Московском университете. Тем более недалеко. На историко-архивном только, да, исключительно. А почему? Нравилась история? Нравилась история. Наверное, хороший был педагог поискому. Хороший. Педагоги вообще были замечательные. Они же иногда влияют на наш выбор. Всегда. В моём представлении всегда влияют на наш выбор. Либо влияют положительно, позитивно, да? Кстати, не отрицательно. Либо отрицательно. Я не хочу быть похожей, поэтому я покажу новый. Не люблю этот предмет, да. Я покажу новый образ, да, педагога. Поэтому педагоги были замечательные, мечты были, амбиции самые высокие. Но так случилось, что тогда ведь по 36 человек было на место. И никакого вне бюджета не было. Поэтому нам быстро показали, кто чего стоит. Из 120-95 медалистов сразу прошли практически после первого экзамена. Ну, а мы получили хороший жизненный опыт. Поэтому, когда летом директор школы, которую я окончила, сказал, «А не прийти ли тебе к нам поработать в качестве старшей вожатой?» Я сказала, да приду, конечно. Вот так я, собственно, оказалась в школе. То есть фактически вы начали вообще с самого маленького? Да, да. Старшая пионерская вожатая. Да, это же ещё советские. Да, на следующий год галстуки всё как положено. И комсомольские значки, и октябрятские значки. Ну, а на следующий год я поступила в Московский областной государственный педагогический университет Аминекрупской. Тогда он назывался институтом. И получила профессию педагога, не уходя при этом из школы. То есть это вот тот самый момент, когда, кажется, ну, я уж не знаю, как конкретно ваша история-то происходила, но МГУ, да, вот я... Ну, интересно, красиво, естественно, интересно. Как это? Я не понял. И вдруг всё рушится. И многие люди, кстати, ну, я не скажу, что это ломают судьбу, но они не могут потом пересобраться. А бывает, что нужно действительно поработать, может быть, на таком самом простом, может быть, месте, прочувствовать эту работу своими, что называется. Хотя, тем более, после школы всё ещё знакомо, это даже удобно в какой-то степени. А потом поступить всё равно. И вы поступили, стали выпускником, учителем, опять же, истории. И дальше что? То есть я вступила на исторический факультет, окончила, пока училась, начала заниматься преподавательской деятельностью. Когда окончила институт, так сложилось, что директор попросила ещё один годок заменить ушедшую в декретный отпуск старшую вожатую. Поэтому я снова стала старшей вожатой. Вечно молодая. Ну, я, наверное, к этому стремилась неосознанно. Да-да-да. Неосознанно я стремилась к тому, чтобы, да, статус вечно молодой поддерживать. Ну, а затем как-то практически сразу получилось, что после старшей пионерской вожатой в школе секретарь горкома-комсомола, который курировал вопросы учащейся молодёжи, ну, а затем заместитель директора в школе и директор. То есть не так много должностей. Ну, на самом деле, взлёт, карьера. Ну, и путь не так уж разнообразен. Ну, это всё равно взлёт был. По советским-то канонам. Ну, да, да. Слово «горком» такое волшебное. Волшебное слово. То есть «вожатая» и «горкома». Это два разных слова. Но я так понимаю, что вы, как человек ответственного, безответственного человека не назначат. То есть вы же доказывали своей работой. И когда вы стали директором школы, в чём разница между учителем истории и директором школы? Колоссальная. Даже между заместителем директора и директором разница колоссальная. То есть вы голова всё время на плахе. Не только на плахе, а просто... Ну, наверное, это же очевидно, да? Что чем выше ты выбираешь местность, тем шире у тебя обзор. И здесь тоже чем выше у тебя должность, тем полномочий больше, естественно, но и ответственности больше. Ответственность, да. Да, поэтому к методической работе, которая мне всегда очень нравилась, добавилась работа хозяйственная, о которой я всегда боялась. Но опять так сложилось, что вот этой хозяйственной работой я тоже занимаюсь сейчас. Ну и, кстати, потом, эта хозяйственная работа, ещё как и депутаты, это же тоже в какой-то степени хозяйственная работа. Вот вы говорили про дворы, а тема ЖКХ у нас сейчас депутаты приходят, это же вечная тема. Так что уже из вас заставило тебя тоже немножко этим позаниматься. Ну а сейчас вы по должности директор средней общеобразовательной. Вот я хотел, во второй части мы сейчас будем говорить об образовании, всё-таки немножко коснёмся этой темы. Сколько у вас стаж уже директорский? Скажем так, педагогический и директорский стаж. Это же, наверное, разные вещи. Мне, конечно, вчера только исполнилось 20. Это самое самое. Да, но стаж педагогический 47 лет. А директорский 21. То есть практически половина вашей деятельности вы директор. Да. Никогда не хотелось уйти с директором, быть просто учителем? Или это действительно, как вы говорите, возможности другие, что вы можете влиять конкретно на принятие решений, а не кто-то? Наверное, даже скорее, вы знаете, есть некий такой личный момент в этом. Потому что то, что вместе с людьми, вместе с педагогами, да, школы, то, что ты создаёшь, это всё очень дорого. Потому что не только ты же создаёшь. Ты просто не мешаешь это создавать, да? Да, да, да. Это очень дорого. И вот когда это очень дорого, и когда ты видишь, что впереди есть какие-то перспективы, есть ещё вот какие-то рэперные точки, которые, ну, хотелось бы, чтобы были достигнуты. Я думаю, что вот это всё-таки является основным стимулом, да, основным мотиватором того, что непросто, понятно, в любом качестве непросто работать. Но это интересно. Сейчас сделаем небольшую паузу, тем более такую хорошую. Это интересно. Сделал небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях Татьяна Петровна Иванова. Большой список регалий, которые у нас присутствуют. И это не просто регалии, да? А это действительно за каждым названием какой-то такой фрагмент или даже часть вашей жизни. Но во второй части я всё-таки хочу начать со школы, опять же, потому что директор наш продолжает работать. И давайте дождитесь продолжения. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Татьяна Петровна Иванова у нас в гостях. Почётный гражданин городского округа Люберцы, почётный работник общего образования Российской Федерации, кандидат наук, директор средней общеобразовательной школы номер 53 и председатель Совета депутатов Люберецкого района в 2006-2010 годах. В первой части про депутатскую историю мы вспомнили, поговорили и начали говорить уже о пути из ученицы старшая вожатая, горком, тра-да-да, тра-да-да-да и директор школы. А за что вы стали почётным работником общего образования Российской Федерации? Это что же такое нужно сделать? Правильный отчёт написать или это что-то другое? Я думаю, что это благодаря команде, которая была рядом. Только этим замечательным людям, с которыми такой хороший путь пройден. Кто-то из них сейчас уже на заслуженном отдыхе, кто-то продолжает трудиться. Но это команда, которая во всех ситуациях, и простых, и сложных, во всех ситуациях была рядом. И сегодня, может быть, это не совсем интересно нашим зрителям, но, тем не менее, скажу, что были периоды, когда в ночь с 31 августа на 1 сентября мы докрашивали фасад школы для того, чтобы достойно принять учеников. А потом 1 сентября, радостно стояли. Бежали домой, наряжались, да, и делали вид, что мы всю ночь спали, и вообще мы тут совершенно ни при чём. Сегодня, слава богу, такой ситуации нет. Сегодня хорошее финансирование, сегодня изменились времена. Ну, а сегодняшнее мы поговорим. Давайте немножко к команде вернёмся, потому что я, как преподаватель вуза, ваши же детки к нам потом приходят. Вот детки разные, сразу же скажу. То есть тут, наверное, от деток зависит, от папы с мамы зависит. Обязательно. Папы с мамами в последнее время очень часто думают, что всё от нас зависит. Они же стали заказчиками. Они заказчики, да. Поэтому они родили и заказали. На пандемии вдруг, когда сидели все дома, они вдруг узнали, что у них есть дети, и у детей, оказывается, своё мнение есть. Да, да. Так вот, команда очень важна, потому что, ну, во-первых, как любому управленцу, проще управлять людьми, которыми надо сто раз объяснять, то есть с точки зрения правильного процесса. Но насколько важно, чтобы дети любили учитель, и чтобы этот учитель в команде был? Ведь можно найти учителя, который будет вам казаться великолепным, а дети его будут не любить. Вот никак. Конечно, такое случается. Вы знаете, тут не ответишь иначе, как это очень важно. Это очень важно, чтобы дети любили. Это очень важно, чтобы дети чувствовали себя единым целым. Но вот любовь к учителю – такое понятие многомерное, такое очень сложное понятие. Иногда мы любим учителя за то, что он строг, за то, что он требователь. Но чаще всего мы любим учителя за то, что он, ну, как вот в республике Шкин, да, давайте споём. Вот такие же ситуации тоже бывают. Поэтому, наверное, всё-таки вот уважение я бы поставила вместе, рядышком с любовью к учителю. Учитель просто огромную роль, огромное влияние оказывает на любого ребёнка. Он практически чаще видится с детьми, чем родители. Конечно. Конечно. И бывают ситуации, когда ребёнок не может рассказать об этом дома, но он рассказывает это учителю. Причём невероятные вещи. Да, или когда учитель, вот один из недавних прям примеров, да, ну, может быть, года полтора назад, приходит учитель и говорит, вы знаете, вот, ну, условно назовём мальчика Петей, да, с Петей что-то случилось. Почему вы так думаете? Ну, вы знаете, он всегда очень позитивный, он всегда такой очень активный, он всегда такой коммуникабельный, он всегда такой улыбчивый, а вот сидит на уроке и не улыбается. Я считаю, что это высший пилотаж. Когда учитель на уроке замечает, что ребёнок не улыбается, не улыбается, значит, что-то случилось. И выяснилось, когда, да, стали разговаривать, что, слава богу, трагедии не произошло, но ребёнок в тот момент решал для себя очень сложную дилемму, в том числе связанную с отношениями родителей. Вот, с одной стороны, да, ему хотелось решить вот так, но, с другой стороны, он понимал, что родителям это будет неприятно, родителям это не понравится, а очень хотелось, чтобы родители тоже приняли это решение. Вот, я считаю, вот это учитель. Да, ещё такой вопрос. Когда в команде это хорошо, такой учитель. Да, да, да. А ещё такой вопрос, раз мы на теме учительства, я так чувствую, что мы понимаем друг друга. Потому что ведь очень многие плохие учителя, они есть. Нет плохих. Есть. Есть. Те, которых, предметы которых не любят. Ну, которые по методичке, скажем так. Которые считают, что вот ребёнок, он не есть пока личность, и он должен выполнять то, что ему сказано. И о чём? Насколько хороший учитель должен видеть в ребёнке, даже в самом шаловливом, в самом непослушном. Мы же не знаем, что через три года, может быть, он на химии начнёт формулы. Что мы должны иметь, дать возможность личности проявиться, помочь ему. То есть направить. Что ни в коем случае нельзя с ним, как с пустым местом, разговаривать. Ведь посмотрите, сколько мы сейчас видим так называемых видосиков, говоря языком наших детей, где просто поразительно, как некоторые педагоги себя ведут. Ну, ладно, у тебя проблемы дома какие-то и так далее, но нормальный профессиональный человек на любой работе не будет это выносить, будет сделать, не придёт сегодня на работу. Но очень важно, по крайней мере, по тем студентам, с которыми я работаю, они очень хотят, чтобы в них личность видели. Вот мне кажется, если это есть, тогда контакт полный, и тогда, даже если мы видим, что 2 плюс 2 у него пока не получается, но вдруг у него всё не получается. Он же хорошо поёт. Хорошо поёт. Он же хорошо поёт. Вот почему поёт, свежий пример. Пришли родители, девочку устраивать в 10 класс. У нас математика троечка, русский троечка. Но папа стоит и говорит, вы знаете, она у нас так хорошо поёт, она будет выступать во всех концертах. Ну, понятно, но ещё ведь есть ЕГЭ. И, к сожалению, концертная программа и участие в ней никак не учитываются. Ну, всё-таки личность, мне кажется, сегодня, это очень важный такой момент. И этого многие, скажем так, не видят. А дети, почему они замыкаются? И, действительно, вы правы, они иногда, ну, мне, вот как особенно в высшей школе, иногда такие вещи рассказывают, что я даже не знаю, что с этим делать. Просто они приходят за советом. Возвращаясь к команде, мне кажется, что это даже уже не семейный такой вот подход, потому что преподаватели должны быть... Если все будут добрыми и ласковыми, то это что-то странное. Но именно с каждым вы, наверное, знаете, как от каждого преподавателя, педагога, ну, выстраивать с ним, через него отношения с детьми. Я соглашусь с вами, нельзя ставить штампы. Штамп – это вообще очень страшная штука, которая, мне кажется, сегодня, ну, мне так видится, сегодня очень распространено это явление. Когда вот поставили там, ну, на уровне, может быть, начальной школы, на уровне перехода в среднее звено, поставили штамп слабенький, сильненький. И дальше происходит... Метаморфоза. Причём очень такая серьёзная метаморфоза, потому что этот сильненький, он к девятому классу, ну, собственно, выдохся, потому что сильно усилий не прилагал, да, особых усилий не прилагал. Он учился легко, поверхностно какие-то вопросы, да, изучал. А потом вообще перестал учиться. Да, и вот этот сильненький, он превратился в достаточно средненького. А слабенький вырос, потому что он пахал, он трудился. А мы иногда по-прежнему видим в одном сильненького, а в другом слабенького. И когда такой ребёнок получает хороший балл, мы говорим, что нет, ну это что-то, что-то здесь не так, нет, что-то не так. Что-то вот как-то странно, что он и написал хорошо. Но такие метаморфозы происходят. Дети, слава богу, даже вот те, кто на первом этапе обучения не показывал каких-то результатов серьёзных, они, в общем-то, идут вперёд. И сегодня же есть целая программа, проект есть в образовании, успех каждого ребёнка, считаю, что очень интересный проект. Почему? Потому что каждому даётся на старте примерно одинаковые шансы даются. Раньше, ну я думаю, что вы, наверное, тоже эту пору захватили, когда учитель математики приходил в класс и говорил, «Петя, Вася, Коля, Маня, Таня, вы завтра участвуете в Олимпиаде по математике». Сегодня вот уже в течение ряда лет от этой практики ушли. Сегодня ты как ученик школы, ты зарегистрирован в школьном портале, и ты можешь зарегистрироваться для участия в Олимпиаде по любому предмету. Вот что тебе на душу, что называется, легло в этот момент, и ты регистрируешься. Главное потом не затормозиться, потому что сегодня, к сожалению, не все наши детки отличаются трудолюбием и усердием. Кажется, что всё должно решиться само. Ну так было всегда. Всегда, всегда. Но сегодня почему-то думается, что таких детишек стало чуть больше. Знаете, мне кажется, такой интересный разговор у нас получается, что это, опять же, зависит от того, как мы направим. Если мы сделаем что-то интересное, то надо утрабывать здесь, что родители будут биться в истерике, где мой сын, верните сына, что он у вас там делает. То есть это, наверное, зависит от того интересного подхода, то, о чём вы говорите. Вот я, например, как бы мне кто чего не говорил, я хорошо помню, как нас учили, там много было плохого, много хорошего, я не боюсь этих слов, но ЕГЭ и тесты, тестовая система, она, конечно, сейчас, кстати, я так понимаю, мы стоим у нового этапа, но, тем не менее, я считаю, что, наверное, иногда за вот этими цифрами, за какими-то решениями должно быть, должно быть в квадратике написано единица. А уж как ты пришёл к этой единице? Другой вопрос. Мы немножко забываем про людей, и поэтому, с одной стороны, у нас механизация идёт, все говорят об искусственном интеллекте, а людям-то хочется быть людьми, им хочется, чтобы их заметили, вот чтобы их... Я помню же, как в школе было, мне ещё повезло, почему? Я всегда длинный был, поэтому, хочешь не хочешь, меня видно. Да, да. А были ребята, которые, вы абсолютно правы, великолепные, пятёрки, поверьте, жизнь сложилась очень тяжело у них по-разному. Поэтому тут, наверное, зависит от многих факторов. И вот в завершении нашей программы «Время бежит быстро» были лицеи, ну, есть, как только не называют, школу и так далее. Есть противники школы, которые предлагают, пусть дети учатся дома. Потому что кто же пойдёт там в педагогический учиться, вы же представляете это? Вот как вы находите сегодняшнее... Я понимаю, что вам трудно, вряд ли вы скажете всё это искренне, но насколько сегодняшняя система готова к каким-то новым реформам? Много в ней положительного, много в ней отрицательного. Не теряем ли мы людей за этими цифрами? Сложный вопрос очень. Скажу, почему сложный. Потому что сегодня достаточно интересное время в образовании. И сегодня есть очень много проектов, которые позволяют, чтобы жизнь была интересной. И чтобы результаты были, да. Но вот, может быть, сложность как раз заключается в том, что их слишком много, этих проектов. Распыление? Ну, есть некое, да, некое такое распыление. И есть некая, может быть, перегруженность. Потому что, если взять в отдельности каждый из проектов, да, современная школа, вот в рамках её и эффективная начальная школа, где детки возвращаются к трёхлетнему обучению в начальных классах, очень много проектов интересных. И проекты, которые в поддержку учителя современного, да, и талантливые дети, и школа Сириус созданная, и множество других учреждений, которые работают на интеллектуальную элиту нашей страны. Вот, может быть, сегодня как раз, я бы, наверное, так сказала, не хватает времени за таким большим количеством проектов, может быть, немножко недостаёт времени, чтобы просто остановиться, посмотреть друг на друга и понять, что мальчик не улыбается. Отлично. Значит, у него что-то случилось. Прекрасная концовка. Значит, у него что-то случилось. Прекрасная концовка. А мы с вами улыбаемся. Мы улыбаемся, у нас всё хорошо. Татьяна Петровна Иванова, как вы понимаете, с почётным гражданином городского круглоберца за то короткое время, которое у нас выделено, мы не смогли обо многом поговорить. Но мне кажется, что мы затронули главные темы, темы образования. У вас сейчас сложный период. Лето для всех. Год наставника и педагога, кстати, продолжается. Педагога и наставника, да? Вот, приёмы и так далее. Вы ждёте, как дети, покинувшие школу, поступят в вузы. В общем, всем им в приятном напряжении. А мы ждём, кто к нам придёт. Спасибо вам большое за участие в программе. Спасибо вам, Николай. Вот. Всего самого доброго. Будем делать всё для того, чтобы мальчик смеялся. Да, и смеялся. И смеялся, да. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова